Всем привет! С вами Марина Флору Ленс. И сегодня я подготовила для вас мастер-класс по лепке вот такого красивого стильного свадебного аксессуара. Это шпильки для волос в стиле Рустик с эвкалиптами и цветами гипсофилы. Для работы нам понадобится запекаемая полимерная глина. У меня это FIMA SOFT 37 и FIMA PROFESSIONAL 57 для создания листьев эвкалипта. Белая полимерная глина FIMA PROFESSIONAL 0. Также шпильки, вайнер эвкалипта, каттеры, у меня это каттеры, универсальные лепестки роз. Для тонировки я буду использовать белую и красную сухую пастель. Также нам нужен будет FIMA жидкий гель, тонкая проволочка, кусачки, инструменты, разные стеки и дотсы. Я подготавливаю основной цвет листьев из зеленого и синего цвета. В зависимости от того, насколько вы хотите холодный оттенок, замешивайте больше синего. Также перед началом лепки нам нужно подготовить проволочки. Я их нарезала длиной 5-7 см, загнула один кончик вот такой петелькой и прикладываю их, смотрю, к шпильке, какой длины мне нужно их сделать. Петельку желательно сделать маленькую, но лучше, чтобы она была на всякий случай, чтобы проволочка потом не вылетела. Раскатываю пласт полимерной глины для листик примерно толщиной 1,5 мм и вырезаю каттером два больших листа и один маленький. В руках или с помощью инструмента нужно утоньшить краешек этого листика и затем с помощью металлического инструмента, зубочистки или любой палочки придать небольшую выемку. Таким образом листик станет похож немножко на сердечко. Дальше нам понадобится жидкая пластика. Я беру немного фемогеля и вмешиваю его в цвет полимерной глины для листиков и немного выдавливаю на стекло. Далее осуществляю крепление проволоки на листик. Нужно сделать таким образом, чтобы листик не торчал и плотно впился в глину. Мягким кусочком полимерной глины я фиксирую эту проволоку в листике. Из краев этот кусочек стеком примазываю к основанию. Далее я прикладываю к вайнеру листик вместе с проволокой и отпечатываю. В идеале, если вы все сделали правильно, то проволока у вас торчать не будет. В противном случае ее можно с помощью мягкой полимерной глины немножко зашпаклевать или вообще листик переделать. Мне нужно также сформировать небольшой стебелек. Я раскатала на самой толкой толщине пастомашины кусочек глины и вырезала такой прямоугольник и обмотала им стебелек. Лишнее срезаю ножницами. Пожалуй, это самый сложный и трудоемкий процесс. Прикатать глину таким образом к проволоке, чтобы она плотно держалась. Здесь нужно потренироваться и поучиться этому. На этом этапе я прикидываю листики друг к другу и смотрю, как они будут располагаться уже в последующем после запекания. И если необходимо, то поправляю длину стебля. Тонирую я белой сухой пастелью с помощью пушистой кисти. Фактура листа эпкалипта очень нежная и с помощью белой пастели она очень хорошо проявляется. Торцевую часть эпкалипта я тонирую плоской кистью, красной или коричневой пастелью. Наношу именно на торец и немножко на краешки. С тонировкой можно поэкспериментировать и попробовать разные оттенки зеленого наносить на центральную часть листа. Листья готовы, приступаем к лепке цветов. Почти на самой тонкой толщине паста машины я раскатала пласт полимерной глины белого цвета. Один край раскатанного пласта я плотно прижала и слегка растянула пальцами. И с помощью дотса шариком я создала вот такую бахрому. Срезаю нужный мне кусочек. У меня это примерно длина 8 сантиметров. И далее я начинаю скручивать. Скручиваю я серединки, а затем формирую такую юбочку в виде складочек. Делаю я это хаотично, пышно, при этом держусь за основание цветка. Таким образом сверху у меня получается пышный цветок, а внизу формируется плотная ножка. После того, как я срезала лишнюю глину для удобства работы, я беру эту же проволочку заранее подготовленную, промакиваю кончик в FIMO гель и одеваю в цветок. Фиксирую проволоку внутри цветка и прячу эту петельку. Прокатываю в пальцах и дальше мне нужно сформировать стебелек, чашелистик. Убираю лишнее и беру зеленую пластику. Глину на чашелистики я беру того же цвета, что и листья эвкалипта, а подготавливаю так же, как на цветки. Для чашелистика мне нужно совсем немного глины. Главное, чтобы она была такая же неровная и фактурная с краю. После того, как я тонким слоем промазала FIMO гелем проволочку, я обкручиваю этот чашелистик вокруг цветка и оставшуюся лишнюю часть стягиваю на стебелек. Прикатываю, прижимаю. Стараюсь сделать максимально тонко и красиво. Следите за тем, чтобы проволока не слетела вниз или наоборот не ушла вверх цветка. Таким образом, я подготовила 3 листа эвкалипта и 5 цветков гипсофилы. После полного цикла обжига в духовом шкафу, я приступаю к следующему этапу. Это сборка. Я уже заранее определила, какая у меня будет композиция и где какой листочек и цветочек будет располагаться. Для сборки мне нужны будут инструменты и тейп-лента зеленого цвета, а также сама шпилька. Будем собирать по аналогии с той, которую я вам сейчас показываю таким же способом. Последовательность такая. Я 3 листа эвкалипта соединяю между собой, а затем буду прикреплять к проволоке. Советую работать с проволокой аккуратно, потому что можно легко пораниться. Гипсофилы я буду крепить все к одному основанию, поэтому я слегка некоторые основания цветков подгибаю. И затем все это снова скручиваю в единый букет. Именно поэтому проволока должна быть тонкая, потому что чем толще проволока, тем сложнее это скручивать и собирать. Два букетика я примеряю друг к другу, смотрю как они мне нравятся, смотрятся. И уже затем начинаю крепление к шпильке. Тут мне уже понадобится тейп-лента. Я ее растягиваю и нагреваю в руках. Таким образом она становится с одной стороны липкая. Прикрепить листы эвкалипта можно двумя способами. Сразу же прикрутить их с помощью тейп-ленты, либо обмотать вокруг шпильки, а затем уже обкрутить лентой. Второй вариант более надежный. На данном этапе важно не просто примотать тейп-лентой деталь к шпильке, но ее нужно еще и обкрутить не только прямо, но и немножко вокруг каждого стебелька листика. Ну или хотя бы возле нескольких. Букетик цветов я также обматываю вокруг шпильки стебель, а затем с помощью тейп-ленты я обкручиваю прямо и затем возле букета, возле листика эвкалипта и снова прямо. При этом каждый раз я на секунду задерживаю пальцы в районе места скрепления, чтобы клей из тейп-ленты надежно скреплял детали. Таким образом плотно и постепенно я спускаюсь вниз и обматываю полностью все основания проволоки и саму шпильку. Вот такой стильный и красивый аксессуар с цветами у меня получился. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс и вы обязательно сделаете свои украшения. Субтитры сделал DimaTorzok